А вот для развития казахстанских сел, тем временем, нужен новый национальный проект. Такое мнение выразили сенаторы. Сегодня аулы страны в плачевном состоянии. Нет ни дорог, ни педагогов, ни врачей. Даже питьевой водой обеспечены не все сельчане. Это при том, что на селе живет около 7 миллионов человек. А это почти половина населения республики. Чиновники продолжают отчитываться о мерах и суммах, направленных на улучшение жизни. Но опрос, проведенный среди жителей населенных пунктов, делит радужную статистику министров пополам. Подробнее об этом расскажет моя коллега Жанна Апспаева. Жанна, добрый день. Вот взять элементарный интернет. Мы ведь не раз показывали, какая на самом деле обстановка в селах. Даже у вас чиновники с высоких трибун отчитываются, что доступ ко всемирной паутине есть у 69% сельчан. Тем временем, последние взбираются на высокие столбы, чтобы поймать интернет. Достаточно вновь взглянуть на эти кадры. Еще одна проблема – безработица. Статистика показывает, что средний доход в сельском хозяйстве – около 46 тысяч тенге на человека. Сенаторы же приводят данные опросов, согласно которым сельчане зарабатывают всего 35 тысяч тенге. Понятно, что такие условия малопривлекательны, а потому педагоги и врачи ехать в поселки не хотят. В ближайшее время в Аулах откроют около 150 объектов здравоохранения. Потребность во врачах свыше 900 кадровых единиц. Если на 10 тысяч горожан приходится 56 врачей, то в селах всего 16. Неудивительно, что 40% трудоспособного населения Аулов планирует переехать в города. Только за прошлый год полмиллиона человек покинули малую родину, говорит статистика. Тем временем, министр нацэкономики отчитывается, на развитие Аулов направлено 42 миллиарда тенге из бюджета. Доказательством служат эти фото на слайдах. В сельской местности, как и в целом по стране, наблюдается рост основных показателей. Так, за последние пять лет выросли показатели валовой добавленной стоимости. Инвестиции в основной капитал растут. Растет обеспеченность централизованным водоснабжением. Так, валовая добавленная стоимость сельскохозяйства увеличилась более чем в полтора раза. Достигла 5,1 триллиона тенге. В то же время, министр Доленов подтверждает, что каждое третье село нуждается в модернизации. Для того, чтобы понять, как улучшать аулы, привлекаются международные эксперты, говорит глава ведомства. Депутаты Сената, в свою очередь, в кадровом вопросе считают необходимым идти по пути России и Беларуси. Продолжать обучать студентов на агротехнических факультетах за счет бюджета. Довести квоту с 30% до 50%, затем отправлять их в селам в обязательном порядке, выдавая жилье и трудоустраивая. У меня на этом все. Жалгаз. Жанна, спасибо. Надеюсь, селам будут обращать больше внимания и жители будут зарабатывать, оставаться и вносить вклад в экономику. А тем временем 32... 32...